Приветствую всех нас с вами с праздником Святой Троицы! С днем рождения Церкви Христовой и с престольным днем сего, любимого многими и многих нами любимых храмов, посвященных этому дню и настоящему празднику. Есть прекрасное размышление одного из современных богословов на тему праздника Троицы. Некоторые его мысли я постараюсь сегодня донести и всем нам. Есть удивительное, хотя и не громкое славянское слово, которое, увы, все меньше и меньше умещается в словарь современности. Слово это – утешение. Он утешил меня, говорит человек про того, кто обрадовал, пожалел, посочувствовал или просто обратил внимание на него. И то же слово употребляем мы, говоря про книгу, пришедшуюся нам по душе, про искусство, осветившее нас своим неподдельным светом, про Бога и про нашу веру. Как поразительно поэтому и глубоко то, что в Евангелии Дух Святый назван утешителем. В своей прощальной беседе за несколько часов до предательства, страдания и смерти, Христос говорит Своим ученикам. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Таким образом, от самого Христа мы знаем еще одно божественное имя, и имя это – утешитель. И, следовательно, все подлинное, все божественное в мире действительно заслуживает быть названным этим чудным словом – утешение. Я говорю об этом потому, что в отождествлении религии с утешением состоит одно из главных обвинений, критики, направленных против Церкви в наше время. Вся сегодняшняя критика как внутри, так и извне построена на этой аксиоме. Вера – это не что иное, как компенсация, как возможность утешиться в том зле, несправедливости и хаосе, что царят на земле. Поэтому религия для слабых, для рабов – все же в Церкви рабы Божьи, а не для сильных. Поэтому религия – орудие эксплуатации, принуждение и так далее. Сильному религия не нужна, потому что ему не нужно утешение. Ведь утешение – это всегда обман, иллюзия, бегство от реальности. А борец, что прежде, что ныне, не бежит. Он прямо смотрит в лицо реальности, какой бы она ни была. Увы, и вновь ничего нового под солнцем. Да, как будто это так. Как будто эта музыка слабости проходит через все христианство. И через само Евангелие, смотрите, ведь именно здесь написано, в Евангелии от Матфея, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И разве не называем мы свои святыни, свои чудотворные иконы именно вот такими сладостно-утешительными именами? Скорбящих радостей, взыскания погибших, утолимая печали. Разве не возносилось все время с нашей земли эта мольба об утешении и помощи? Заступница усердная, как мы молимся. И все же мне думается, что христианству нам стыдиться всего этого не к чему. Как и не следует скрывать того, что мир, в котором не будет нуждаться человек в утешении, из которого будет изгнано, в котором будет забыто это слово, будет миром бесчеловечным и античеловечным. Нам достаточно того, что про самого нашего Спасителя и Господа сказано в Евангелии, что в ту страшную ночь перед распятием, в том темном саду, он начал скорбеть и тосковать. И хотел, и ждал, и просил, и утешение, и помощи у учеников, у друзей своих. А те заснули, измученные страхом. Да, этого ужасающегося и тоскующего, одинокого Бога-человека мы называем Богом и Господом. К нему возводим и от него получаем смысл всего существующего. И потому не считаем мы утешение слабостью или признаком слабости. И потому убеждены, что человек, не нуждающийся в нем, уже потерял что-то глубинно человеческое в себе. И, видимо, в том-то все и дело, что такой человек уже не способен видеть ни зла, ни страданий, ни пошлости в мире. Он утерял в себе тоску по-иному, по-светлому и радостному. Вот, мол, и с тем, и с тем поборюсь, и то исправлю, и подправлю, и это выкорчеваю, и против этого проголосую. И будет мир на славу, удобный, прочный, счастливый. Как же сегодня нам пытаются навязать эту иллюзию такого мира, иллюзорного мира. И будут в этом прочно-плоскостном и счастливом мире ходить бесчувственные роботы. И даже, пожалуй, не узнают, не способны будут узнать, что счастье их кошмарнее, бесчеловечнее, самого страшного, самого неизбывного страдания и несчастья. И на деле, конечно, не в этом псевдосчастье и силы человека, а именно в его способности нуждаться в утешении и утешать. Ведь утешение – это и есть настоящая сила. Вот спуститься в самую тьму, вот оказаться в самой сердцевине страдания, начать скорбеть и тосковать, и не рухнуть, и не извериться в свете любви и радости. Это и есть утешение. И поэтому имя Бога, имя Духа Святого – Утешитель. Царю Небесный, Утешителю, произносим мы сегодня в наших храмах. Приди и вселися вны. Не об иллюзии просим мы, произнося слова этой молитвы. Не об обмане и не о бегстве, и не принуждаем мы никого. А произнося эти слова, молитвы, просим мы о том, чтобы не сдаться тьме, не отуждествить эту тьму самой реальностью, не потерять того света, которого, как сказано в Евангелии, тьме не объять. И это так потому, что утешение всегда от веры, всегда от надежды, и главное, самое главное, всегда от любви. Нелюбящий не может утешить. Ведь утешают всегда и в горе, и в страдании ни слова, и ни доводы, ни разум, и ни философия утешают всегда и только, и только всегда участие, любовь и сочувствие. В этот день Святой Троицы начинает жить Церковь ожиданием утешителя. Ожиданием того, чтобы исполнилось обещание Христа о том, что придет утешитель, что за всем горем и страданием, за всей сложностью жизни наступит этот таинственный третий час, и над миром, пускай и невидимо, воцарится утешение. В этом смысл этого дня, всех предшествовавших пятидесяти дней, что начинаются в церкви сразу после Пасхи, и приводят нас к Пятидесятнице, к последнему и великому дню, в которой вспоминаем мы Духа пришествия и ожидание исполнения и утешения полноту. Так молится Церковь и знает, и проповедует всем отчаивающимся возможность этого утешения, потому что сила этого божественного утешения не иссякнет в мире, как не торжествовали бы в нем страдания, боль и злоба. Поэтому эти пятьдесят дней были не отдых, не передышка в религиозной жизни, а может быть, самое глубокое из всех периодов церковной жизни – время, когда мы начинаем понимать, что в мире, в котором умер и воскрес Христос, можно, нужно ждать великого и радостного утешения Святого Духа. С праздником Святой Троицы всех нас, дорогие!